620 форсунок нужно смонтировать для фонтана Парус, расположенного на Ленинградском спуске. Его открыли к 400-летию города в 1986 году, поэтому его второе название – Самара. Специалисты спецремстройзеленхоза возвращают форсунки на место после зимнего хранения, полируют их и устанавливают на трубы, которые перед этим предварительно покрасили. Электрики возвращают на место светильники, а чтобы техника работала в воде исправно, проверяют герметичность дополнительной гидроизоляции. В теплый период года за работой фонтанов следят сотрудники муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз». Мы постоянно проводим обновления и ремонт светильников, поддерживаем все в рабочеспособном состоянии. Постоянно его красим, чистим, шкурим, чтобы фонтан выглядел достойно, чтобы он радовал жителей нашего города. В ходе подготовки повышенное внимание уделяют фонтанам, оснащенным светодинамическими элементами и музыкальным сопровождением. На таких объектах специалисты проверяют программное обеспечение, чтобы своевременно шло звуковое оформление, а струи меняли высоту, напор и цвет. Жители и гости Самары убеждены, без фонтанов представить летний город и, в частности, Самарскую набережную уже не могут, поэтому ждут, когда их запустят. Запуск фонтанов добавляет весеннего, такого летнего настроения, что, ну, наконец-то, с открытием фонтанов официально открывается весна в нашем городе. Поэтому ждем, конечно, да, с удовольствием будем приходить, гулять, смотреть, наслаждаться. Всего в этом году в городе будут работать 49 фонтанов, в том числе один на площади памяти, его сейчас восстанавливают. Профильным городским департаментом заключен муниципальный контракт, в рамках которого обеспечат содержание гидротехнических сооружений. Проверку оборудования после зимы проводят на каждом объекте. Меняют детали, если они повреждены, чистят, если загрязнились, монтируют навесные элементы. Также проверяют перед летней работой системы автополива. Их в городе с каждым годом становится больше за счет территорий, которые обновляются по нацпроекту «Жилье и городская среда». В первую очередь те скверы, где проводилась ремонтная работа в рамках программы «Комфортная городская среда». Соответственно, все они берутся на содержание и дальше обслуживаются в рамках контракта, заключаемого в нашем департаменте. Тестовый запуск фонтанов планируется провести 15 апреля. Он позволит выявить недочеты работы самих гидротехнических сооружений и принять оперативные меры. Далее, если сохранится теплая погода, фонтаны заработают в полную силу, за исключением ремонтируемого фонтана возле здания архива. После завершения ремонта запустят и его. Радовать горожан фонтаны будут по 12-13 часов в сутки, начиная с 9 утра ежедневно. Но по понедельникам традиционно санитарный день. После очистки работа фонтанов будет возобновляться. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров, Игорь Казановский. События.